Добрый вечер, в эфире телеканала ЖТСУ, Время новостей, с вами Азадж Маханов. По информации из официальных источников, к этому часу зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все в городе Нур-Султан. Таким образом, на сегодняшний день в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса. Из них 19 фактов Алма-Аты и 25 в столице республики. Все пациенты находятся в инфекционных стационарах. Состояние граждан медики оценивают как стабильное. По состоянию на сегодня вирус распространился в 175 странах и территориях. Общее число заразившихся уже превысило 219 тысяч человек. От последствий заболевания скончались почти 9 тысяч, выздоровели свыше 85 тысяч человек. Между тем, впервые с момента вспышки коронавируса, которая произошла в январе в китайской провинции Хубэй, в этом регионе, включая административный центр Ухань, за сутки не было зафиксировано ни одного нового заражения случая коронавируса. В Шумкенте начали выпускать многоразовые медицинские маски. Еще вчера здесь шили школьную форму, а сегодня поставили на поток производства медицинских масок из марли. То есть стопроцентный хлопок, говорят специалисты. Такую маску можно не выбрасывать, простирнуть, погладить и снова носить. Скоро шумкентские маски уже попадут в розничную аптечную сеть. О готовности к возможному появлению коронавируса в мегаполисе рассказали в Акимате Шумкента. Из бюджета на борьбу с распространением инфекции выделено больше 1 миллиарда тенге. Министерством сельского хозяйства на границах республики усилен ветеринарный контроль. Всего по периметру границ имеются 63 ветеринарно-контрольных поста. Их работу обеспечивают 228 государственных ветеринарно-санитарных инспекторов. Они заполняют акты досмотра грузов в автоматическом режиме и передают их в информационную систему Минсельхоза. Вместе с тем Казахстан по основным позициям прод товаров обеспечивает внутренний рынок собственным производством. По оперативным данным Акиматов областей и городов республиканского значения, на сегодняшний день в региональных стабилизационных фондах, складах, товаропроизводителей и торговых организаций, а также в других складских помещениях имеются запасы социально значимых товаров в объеме более 1 миллиона 200 тысяч тонн. Случайного положения в Казахстане группа лиц в Атрау занималась продажей медицинских масок в количестве 1 миллиона штук. На общую сумму 313 миллионов тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, Департаментом экономических расследований по Атрауской области, Комитета по финансовому мониторингу Минфина выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности. При этом документы, подтверждающие их происхождение, отсутствовали. По данному факту начато досудебное расследование. Сведением в стране чрезвычайного положения по предотвращению распространения коронавируса в Алматинской области отменены все спортивные мероприятия. Приостановлена работа всех спортивных объектов, включая комплексы, школы и интернаты в целях исполнения поручения президента Касмжо Марта Тукаева, а также приказа Министерства культуры и спорта об усилении мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. На период пандемии все соревнования и мероприятия перенесены на неопределенный срок. Всех работников спортивных учреждений отправили в отпуск и на дистанционную работу в связи с режимом ЧП в стране. Всего в области есть 42 спортивные школы, их работу полностью приостановили. Отменены тренировки всех спортивных секций. Согласно ранее утвержденному плану, соревнования перенесены на неопределенный срок. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 17.20. Субтитры создавал DimaTorzok